Всем привет! С вами Лафантен и мы продолжаем играть в Корсары Город Потерянных Кораблей. В прошлой серии мы откопали клад и выполнили пару заданий ростовщика. В этой серии я хотел бы продолжить выполнять всякие мелкие поручения, генераторные квесты и всякие квесты магазинщиков, разных ростовщиков, губернаторов. И поэтому я отправлюсь сначала к ростовщику, чтобы взять еще одно задание. Я хочу обсудить финансовые взаимоотношения. Есть ли у вас дело, требующее сторонней помощи? Мне нужен проверенный человек для важной миссии. Нужно доставить кредит. Три сундука с золотом в Сантьяго, что на кубе для человека по имени Рикардо Куирот. Он местный ростовщик. За работу получите 12,5 тысяч пиастров. Это нужно сделать за 33 дня. Я готова. Я на вас очень рассчитываю. Не подведу. Так, нам дали задание доставить три сундука с золотом в город Сантьяго местному ростовщику. Так как это испанский город, то придется пробираться ночью и утром заходить к ростовщику, так чтобы нас не заметили солдаты. Отлично, мы сможем потренироваться, повысим скрытность. В общем, будет весело, я чувствую. Так, доставить золото. За 33 дня награда будет 12,5 тысяч. Отлично. Ну, отправимся, возьмем еще какое-нибудь задание. Может быть, будет по дороге, может быть, рядом. Ну, что тебе еще? Значит, капитан посмел оказать сопротивление. Если бы они сдались, никого бы не тронули. Может быть, но мой муж тут совершенно ни при чем. Он был простым пассажиром на этом корабле. Так вот, чтобы спасти свою жизнь, ему пришлось сказать, что он сказочно богат. Пираты его пощадили и даже не бросили в трюм. Откуда вы знаете? Мужу удалось отправить мне письмо, где он пишет, что с ним все по порядке. Его держат в каюте, как не как других пленников. И что он намеренно делать? Так долго продолжаться не может. Рано или поздно пираты его раскусят. Вы ведь тоже пират. Да-да, я знаю. Умоляю вас, помогите мне, спасите моего мужа. В письме он написал пиратский корабль и назвал имя капитана. Вам ведь будет достаточно просто найти его. Не так это и просто, как вам кажется. Все пленники – законный приз захватившего корабль Кэпа. Да и не могу я сделать это за короткий срок. Но вы же можете попытаться. К тому же время на поиски есть. Мой муж далеко не дурак. Он назывался негациантом из Старого Света. Так что пираты не требуют из него денег немедленно. Ехать за ними очень далеко. Если вы освободите его, то я отдам вам все, что у меня есть. И что у вас есть? Немного, 7000 пиастров и все мои драгоценности. Но я буду молиться за вашу душу до конца жизни. Да, уж действительно немного. Ну да ладно, я готова помочь вам при случае. Спасибо вам, спасибо. Если все получится, тогда и будете благодарить. А пока не стоит. Расскажите-ка лучше, как зовут вашего мужа и все, что вы знаете об этих пиратах. Мужа зовут Ронан Скраг. Капитана пиратов зовут Гильен Льяна. Он промышляет на шлюпе с именем Бык. Ясно. Ну что ж, теперь ожидайте, надейтесь, что мне повезет с поисками. Постарайтесь находиться в церкви, чтобы я могла вас там быстро найти. Итак, нам дали очередное задание. Задание одной из горожанки города Сент-Джонс. Найти попавшего мужа к пиратам. Нам придется долять этот шлюп, это будет, наверное, легко. Но нужно его сначала найти, а найти мы его просто так не сможем. Я думаю, мы на него случайно когда-нибудь наткнемся, да и все. Ну и тогда и освободим этого мужа. Угу. Да. Так. Отлично. Ну, пойду в резиденцию, может нам дадут там задание какое-нибудь. Я хочу поговорить о работе на благо короны Англии. Да, сейчас у меня есть для вас ответственное поручение. Я получил информацию о том, что в Сент-Джонсе находится вражеский лазутчик. Вам необходимо его разыскать. Скажите, сэр, а информация получена вами достоверна? Да, у меня есть основания ей доверять. На выполнение этого задания я даю вам 4 дня. Ваше вознаграждение за проделанную работу будет составлять 3950 пиастр. Хорошо, я берусь за это задание. Ну что ж, великолепно, жду вас в резиденции с результатами поисков. Полагаю, что я не заставлю вас долго ждать, сэр. Нам дали задание разыскать лазутчика, он находится в этом городе. И чтобы его найти, нужно опросить многих жителей этого города. Тот, который не сможет доказать, что он является жителем этого города, тот и будет как раз этим лазутчиком. Ну вот, первый попавшийся. Да, если нет ветки диалога с жителями города, которые просто гуляют по городу, вне зданий, то это означает, что вражеский лазутчик находится в доме, и нужно обыскивать каждый дом. И поэтому я буду обыскивать теперь каждый дом, так как не было ветки соответствующие. Так, дом Моргана нам не нужен. Вот, открытый дом. Чем могу быть полезен, капитан? Рад приветствовать вас в моем доме, чтобы по делу ко мне. Нет, просто осматриваю город, знакомлюсь с жителями. Разрешите представиться, Жильберт Пинокс. Мы рады вас видеть, законы гостеприимства для нашего города, а не пустой звук. Мэри Каспер, с вашего позволения. Так, блин, забыл спросить. Ага, ну это обычный житель, это видно. Так, идем в следующий дом. Вот, вроде еще дом закрыт. Вот, открыт. Ага, вот, он хотел к нам подойти и спросить. И, ну, не подошел, не спросил ничего и не поздоровался. Значит, это вражеский лазутчик. Потому что обычные жители города, они подходят сразу же, здороваются, приветствуются. А этот стоит и ничего не говорит. Так что я подозреваю, что он лазутчик. Не беспокойтесь, драться с ним не придется. Он сам сдастся и пойдет к губернатору. Так, спрашиваю. Что вам нужно, мисс? Мне нужно узнать, кто ты такой. Немедленно говори, кто ты и что ты здесь делаешь. Ну, а сама-то ты кто такая, чтобы я отвечал на твои вопросы? Я действую по поручению губернатора. Ищу вражеского лазутчика. Ну, а я здесь при чем? Может, и не при чем? Ну, давай-ка для начала пройдем в комендатуру. Там разберемся. Нет, в комендатуру я не пойду. Считаю, что нашла лазутчика. Ну, а теперь попробую выйти отсюда живой. Хех, да уж выйду как-нибудь. А, все-таки мы будем с ним сражаться. Я думал, что с ними не надо сражаться. Всегда проходил этот квест. Это мини-задание. Мне не приходилось драться. Но это, похоже, от чего-то зависит. От авторитета. Может, от чего-то еще. От репутации. Ну, в общем, давайте его убьем тогда. Ну, он мертв. Пустое совершенно. Так. Ну, в сундуках ничего нету. Задание губернатора. Задание губернатора Сен Джонса выполнено. Вражеский лазутчик найден в одном из домов города и уничтожен. Полагаю, губернатор Флан Уикин будет довольный. Можно идти за вознаграждение. Ну вот, как видите, мы выполнили задание. Нужно было либо его поймать и отвезти к самому губернатору, либо убить его на дуэли. В любом случае, он должен быть обезвержен, нейтрализован, как хотите это назвать. Идем, говорим о нему. Скажите, вражеский агент вами найден? Да, я нашла его в одном из домов города, где он прятался и убил. Прекрасная новость. Ну что же, пора подвести итоги. Ваш гонорар составляет 3950 пиастров. Извольте получить. Спасибо, сэр. Я приятно удивлена четкостью взаиморасчета. Ну и вот и славно. Можете заходить ко мне еще. Возможно, я найду для вас работу. Отлично. Мы выполнили задание. Нам дали обещанную награду. И пойдем, пока не закрылись все здания инфраструктуры. Любое здание не закрылось, так как уже 20 часов 5 минут вечера. Пойдем тогда спросим в магазин. Может, нужно будет что-то отвезти по дороге. Лучшие товары за сущие гроши. Так, мне нужно поговорить по делу с вами. Не хотите зафрахтовать судно, сэр? У меня надежный корабль и опытные матросы. Угу. Зайдите завтра. Возможно, я сделаю вам выгодное предложение. Хорошо, я зайду завтра. Ну, он нам говорит, что нет задания. Поэтому продолжим. Возьмем это задание завтра. Так, ну пойдем тогда в портовое управление. Там тоже дают часто задания. Я думаю, нам повезет. Приветствую вас, мисс. Мы, кажется, не знакомы. Я Эдвард Марбер, начальник порта. Здравствуйте, Эдвард Марбер. Я Мэри Каспер, капитан корабля Вангард. Прекрасно. Я к вашим услугам, Мэри Каспер. Ну, тут есть несколько веток. Можно спросить о работе или контракте. Или ветка «Нет ли у вас на примете пассажиров, желающих добраться до другой колонии?» Ну, я выберу вот эту вторую. Ко мне со всей колонии поступают заявки от купцов, пассажиров, которые просят подыскать сопровождение или попутные суда в разные концы архипелага. Если ищете что-то конкретное, то можно будет посмотреть. Выберем пассажиров или эскорт. Ну, я выберу пассажиров. Пассажиров много? Много, не много. Один тип сегодня уже несколько раз заходил попутное судно. Искал, да вот он, и он опять. А что это за человек? Стоит ли с ним иметь дело? Почему бы нет? Вполне состоятельный господин. Спасибо, сейчас я переговорю. «Добрый вечер, мисс. Я Кермет Стоукс. Я слышал, что вы берете на борт пассажиров. Возможно, да, все зависит от моей выгоды. Мне нужно, чтобы меня доставили в таверну Чарлстауна, что на невесе за один день, и за это я заплачу вам 2046 пиастров. Что скажете?» О, интересно, за один день. А интересно, это один день, который сейчас закончится через 4 часа, или это вообще один день? Что-то мне подсказывает, что у меня 4 часа до того, чтобы добраться до невеса. Да я даже не знаю. Не, не будут врать его, на всякий случай. Ну, тогда спросим его о контракте или работе. Губернатор редеет за благополучие города, у него всегда есть работа. Потом в таверне могут быть заинтересованные купцы, но и магазин иногда фрахтует капитана. Значит, ну нету. Ну ладно, посмотрим, что за эскорт он нам может... А, никого нет, ну ладно. Идем тогда в таверну. А вообще можно и на верфи спросить про какое-нибудь поручение. Ну, спросим сначала на верфи. «Мы приведем ваш корабль в порядок, капитан». А, ну он тут ничего не предлагает. Ладно, ну он иногда предлагает, но он сразу об этом говорит, можно отказаться, можно взять. А просто так у него задания нету. Ну, тогда остается только таверна. Ну, в церковь я пока не пойду, потом... А так есть таверна. Есть один офицер, можно спросить даже. Штурман. Ну, у нас есть штурман и получше, поэтому нам он не нужен. Я надеюсь, ты сможешь ответить на пару вопросов. Я весь внимание. Я ищу работу, не поможешь мне? Работа найдется, если не боишься ходить в пиратские поселения или порты вражеских наций. Ко мне обычно только за этим и обращаются. То купцы сопровождения ищут, то пассажиры, которые в портовое управление идти не решаются. Что-то конкретно интересует? Ну, даже не знаю, скорт или пассажиры. Возьму пока пассажиров. Вон, в таверну тип зашел. Недавно попутное судно спрашивал. Куда-то добраться хотел. Если хочешь, переговори с ним. Отлично. Давай. Добрый вечер, синьорита. Я Армандо Бустас. Я слышал, что вы берете на борт пассажиров. Возможно, да, все зависит от моей выгоды. Мне нужно, чтобы вы доставили в таверну Санто-Доминго, что на Испаньоле за 9 дней. И за это я заплачу вам 1805 пиастров. Что скажете? Санто-Доминго. Ну, вражеский город. Это испанский город. И говорит он по-испански синьорита. Ну, я думаю, проберемся ночью в таверну. И его... И он к нам подойдет, наверное, и мы зададим задание. Я согласен. Все равно это даже по дороге, можно сказать. Ну, отлично. Что ж. Так, два. За 9 дней надо доплыть. Ну, хорошо. Ага, вот те три сундука, которые нам нужно доставить в Сантьяго. Ну, в принципе, можно отправляться. Что же там тут делать-то? Больше... А, вроде у меня провианта мало было. Ага, на три дня надо успеть купить его. Здравствуйте, капитал. Здравствуйте, хочу купить товаров. Провиант. Покупаем провиант. Ну, побольше купим на 30 дней. На целый месяц. Угу. Угу. Ничего нету. Ну, все, можно отправляться теперь в порт. Все остальное закрылось, так как уже 21 час. Тут все рано закрывается. Обычно в 9-10 часов уже все закрыто. Это как в Европе. В России, конечно же, часто до 11 все работает. Или до 12, или вообще круглосуточно. А тут Европа. Ну, никак не Европа, но выходцы из Европы. Поэтому тут такие законы. Так. Сохранимся. И плывем. Для начала нам надо заплыть в Санто-Доминго. Ну, пираты какие-то. А, джентльмен, удачи. Нет, нам не надо. К тому же нас народу мало на корабле. Нужно от них оторваться. Так, вон там Санто-Доминго на Испаньоле находится. Это большой остров. На нем находятся сразу три поселения. Одно пиратское, другое французское и третье испанское. Испанское называется Санто-Доминго. Французское называется Порто-Прэнс. И пиратское называется Ла-Вега. Это такой спорный остров. Там пересекаются интересы сразу французов, испанцев, пиратов. И проходя одну из национальных линеек, либо французскую, либо испанскую, вы столкнетесь с тем, что вам придется захватить пиратское поселение, разрушить его, и нужно будет атаковать вражеский город. Если вы проходите французскую линейку, вам нужно будет захватить с моря Санто-Доминго, а если вы проходите испанскую линейку, там вроде бы нужно захватить Порто-Прэнс. Так что это такой важный остров. Испанцы и французы из-за него очень часто дерутся между собой. Ну, а мы, я думаю, не столкнемся с этой проблемой. Мы англичане. Я буду проходить английскую линейку. Вообще лучше. И я не буду. Нам не придется, скорее всего, захватывать этот город. Ни один из этих. Там, по-моему, другой город нужно захватить. Ну, в общем, мы узнаем потом. Так, доплыть нельзя до бухты. Три корабля. Нет. Мне так не надо. Ну, ладно, выйдем в море. Следующей ночью выйдем, если успеем. Сейчас, может. Ага, вот, бухта Самана. Или Самана, не знаю, как считается даже. Так, ну, пока еще 4 часа ночи. Никого нет на улицах. Надеюсь, никого и не будет. Патруля там будет очень мало. Так что выходим на побережье. Так, осматриваемся. Смотрим, чтобы никого не было из испанского патруля. Потому что там мушкетер, а с ним очень сложно обычно сражаться. Он застреливает обычно. Стреляет. Ну, идем в Санто-Доминго. Так, ну, скорее всего, там на Лавегу. Выход, а здесь будет, скорее всего, рядом Санто-Доминго. Поэтому идем туда. Угу, да. Ну, уже почти утро. 4 часа. Почти 5. Так, маяк. Ну, посмотрим. Ради интереса, что тут есть. Вроде никого нет. Ну, ладно. Так, вот. Выход в джунгли. Вон там находятся городские ворота. И мы к ним направляемся. Нам нужно проникнуть в таверну. Думаю, это будет нелегко. Поэтому я сохранюсь. Возможно, мне придется перезаписать, чтобы не бегать по 10 раз тут. Ну, вырезать момент. Поэтому... Будет не очень так. Ну, ладно. Вот, стражи нету. Можно пробраться в таверну. Правда, я не помню, где она находится. Так, побежим сюда. Так, тут стражники повсюду. Вот, за спиной проберемся. Так. Вон там таверна. А, блин, по... Ах ты ж. Наверное, он подойдет. Надеюсь, подойдет. Ага, подошел. Спасибо вам, вы выполнили свои обязательства. Теперь я на месте. Вот ваша награда. Благодарю вас. Отлично. Я думал, конечно, он не подойдет к нам, но все же он подошел. В принципе, можно было просто пробежать до таверны. А, я думал-то... Ну, в общем... Ну, они вряд ли будут со мной разговаривать. Да, они не хотят даже разговаривать. Ну, ладно. Не к чему нам эти испанские офицеры вообще. Зачем они нужны тут нам? И постараемся пробежать к воротам. Бежим. Кто-то уже стрелял. Ну, не попал. Я успел выйти. Отлично. Все. Задание выполнено. И теперь мы можем отправляться на Сантьяго. Ну, вот с Сантьяго там будет посложнее. Там явно не стоит поднимать тревогу, мне так кажется. В городе. Поэтому придется пробираться так, чтобы нас никто не заметил. К ростовщику. Так, еще не туда. Пробираться к ростовщику. Потом подождать до утра. И зайти сразу в его дверь. Так как ночью она закрыта. И доставить ему эти три сундука. Отправляемся обратно на корабль. Бухта Самана. Или бухта Самана. Вообще, мне кажется, бухта Самана. Как-то лучше читается, конечно. Но, может быть, ошибаюсь. Так, поднимаем. Так. Такая интересная бухта очень. Она как небольшой залив. Такой окруженный со всех сторон. Высокими скалами. Даже очень. Поэтому тут нужно аккуратнее. Такой уютный такой заливчик. Мне очень нравится. Здесь можно даже прятаться от кого-нибудь. Например, от вражеских кораблей. Если они за вами гонятся. Ну так, просто уютное местечко. Красивое такое. Ну ладно. Доплывем до Лавеги. Пиратского поселения. И оттуда выйдем на глобальную карту. Просто так намного короче. И отправляемся в Сантьяго. Ну, по дороге нам никуда не надо заплывать. Поэтому я сразу отправлюсь. Ну, выходить на маяке Сантьяго я не буду. Потому как там... Ну, у нас может заметить форт. И там причалить обычно очень сложно. Или нужно отплывать. Поэтому я лучше причалю в пиратском поселении. Про это принципи. И оттуда уже дойдут с Сантьяго. Так, немного ускоримся. Чтобы тут не плыть против ветра. Очень долго. Вот. Следующей ночью мы выйдем и пойдем в город. Так. Полночь. Все, уходим. Сейчас. 1 час 39 минут. Доплываем до пруэта принципи. Выходим на побережье. Сохраняемся. И идем дальше. В город. Ну, в поселение. А затем в город Сантьяго. Ну, вот оно, пиратское поселение. И, быть может, мы зайдем туда. Так как там могут сидеть офицеры. Также там есть трактирщик, который тоже может дать задание на перевоз пассажиров. Ну, как дать задание. Он может показать человека, которому нужно переехать на другой остров. Там, которому нужно сопровождение. Так. Ну, я думаю, тут будет маяк или что-то такое. Ага. Тут джунгли. Не, мне кажется, это на Гавану. Там будет Гавана потом. Мне кажется, в ту сторону надо идти. Или нет. Вот фиг знает вообще. Ну, скорее всего, туда, в Гавану. Ой, туда, в Сантьяго. Кстати, Куба – это полностью испанский город, испанский остров. Ну, за исключением пиратского поселения Пуэрто Принсипе. А так, Гавана и Сантьяго – это испанские города. Поэтому этот остров находится под контролем Испании. Причем, Гавана – это их столица. Столица всего испанского... Всех испанских владений в Карибском море. Что вам угодно, сэр? Ага, это одна из... Одна из жительниц Сантьяго. Мой муж запрещает говорить с посторонними. Ну, и не нужно. Ну, и вообще я... Ее трогать не буду. Ну, да ладно. Так, вот Сантьяго. Кстати, блин, странная девушка. Гуляет в час ночи просто одна. Я бы побоялся гулять в час ночи в лесу. Но это ее проблемы, ее дела. Может, там что-то забыло тут. Так. Вот мы дошли и пытаемся пробраться к дверям ростовщика. Ну, я даже не помню, где здесь ростовщик-то. Ну, ладно, пойдем на угад. Там явно резиденция. Ростовщик. Не отвлекайте меня. Так. Мужский агент, немедленно схватите ее. Так, я хочу посмотреть, где тут ростовщик, чтобы сразу же туда побежать. А, вот ростовщик. Понятно. Да. Загрузимся тогда, попытаемся еще пройти. Так. Никого не дошли? Блин, вот спрятался специально, чтобы я не прошел. Ладно. Подождем до утра. Ну, часов 12, я думаю, хватит. Потом попробуем, говоря с другими жителями, пробраться. Так. Ну, блин, кто-нибудь-то? Ага. Так, аккуратно. Аккуратно идем за ним. Вот мы почти дошли. Что ты остановился-то? Блин. А, вовсю. Так, он уходит, и мы можем к красавчику зайти. Да, все-таки днем намного легче. Их почему-то меньше, но я думал, всегда их ночью меньше. Ну, да ладно. Не знаю, что они так делают. Так. Я привезла ваш кредит. Замечательно, я давно его жду. Вот ваша награда, спасибо. 12,5 тысяч, наверное, заплатили. Это много очень даже. У нас теперь 212 тысяч. 715 пиастров. Это уже достаточно много. Так, и все, отлично. Мы выполнили задание. Помощь, кредит доставлен получателю. Пассажира доставили. Так. Теперь у нас остались задания 3. Отбить пиратов всяких. Вызволить мужа. Мужа. Ну, пойдем спросим еще одно задание какое-нибудь. Что поручить вам? Совсем нет. Я не хочу тут ходить по 10 раз. Выходить, заходить. Ага, так. Распоряжаться капиталом с умом до ноги. Есть ли у вас дело, требующее сторонней помощи? Угу. На Белизе. Есть у меня щекотливый вопрос, требующий решения. А дико норовец, живущий в Белизе, что на моей не задолжал мне 68 тысяч пиастров. Если вы вернете всю сумму, то набежавшие проценты можете оставить себе. Они, кстати, составляют 17 тысяч пиастров. Не, я не буду браться, потому что там по Белизе нужно будет ходить. Меня точно заметят. Остальные ко мне не будут даже подходить. Поэтому я провалю задание. А, ну у меня ничего нет в карманах. Так. Идем дальше. Ну, я бы зашел в резиденцию, взял бы задание, но меня сразу обнаружат, что я... Прошу прощения, капитан. Приветствую вас, Сантьяго, капитан. Я хотел с вами поговорить по одному маленькому дельцу. Вы не против? Ни в коей мере, я к вашим услугам. Прекрасно, тогда приступим. Выше указанное дельце заключает в себе, по сути, сделку или обмен, как хотите. Хочу, обмен, хочу, давайте меняться. Хе, ну что ж, давайте. Итак, я могу предложить вам один, без сомнения, нужный вам предмет. Взамен мне от вас ничего не нужно, а лишь хочу получить ответ на один поставленный на вопрос. Что это за вопрос? Общего характера по вашей специфике. Понимаете, я лишь хочу проверить уровень ваших знаний. Это необходимые условия. Вы согласны? Угу. Хм, хоть я и не понимаю, зачем вам это, тем не менее я согласна. Замечательно. Итак, слушайте, пожалуйста, мой вопрос. Назовите кольцо якоря, за которое крепится якорный канат. Ну, я этого, конечно, не знаю. Нет, ну честно, есть... В интернете есть все ответы на вот эти вопросы. В разных формах, посвященных этой игре, можно найти любой ответ на любой этот вопрос такого рода. Но я не хочу сейчас где-то искать, поэтому я не пропущу, я не знаю. Ну тогда я откажусь. Вы отказываетесь? Вам надоело? Хм, ну смысл вопроса ваша профессия. Впрочем, мне до этого дела нет, прощайте. Всего хорошего. О чем вы хотите поговорить? Ага, то есть к нему можно подойти в любое время и попробовать ответить. Да, я надеюсь, он не исчезнет из города. Ну потом как-нибудь я заплыву к нему, отвечу. Про якорь. Заодно, может быть, найду где-нибудь в интернете ответ. Или сам вспомню. Так, шпион. Ну, в общем, мне сейчас отниму. Потом заплыл как-нибудь. Так, ну сейчас надо вернуться на корабль и уплыть отсюда. Вообще, если... А, я же забыл. Можно попробовать еще раз взять квест «Тюремные дела», раз мы находимся во вражеском городе. Быть может, нам в этот раз наконец-то повезет. Мы найдем хотя бы клад, а не обрывок карты. Может, нам, конечно, дадут второй обрывок карты. Но я что-то не надеюсь на это. Так, тут джунгли. Так что попробуем снова вытащить оттуда одного из заключенных, который сможет привезти к нам с сокровищем. Вообще, я люблю искать сокровища. Это довольно-таки интересно. Они обычно хорошие бывают. Хорошие. Поэтому я беру всеми способами задания на поиске клада. Для меня это интересно. Я думаю, многие, кто играет в эту игру, им очень интересно это задание. Ой, не задание, но поиски клада, в общем. Я думаю, никто не будет против, если я пойду искать снова клад. Там часто попадаются интересные вещи. Так, сохранимся. Возьму легкое оружие, так как легче будет. Вот у меня есть Скорпион. И пойдем в форт. Пробежать нам нужно будет опять на первый этаж. Отойдите вы все. На первый этаж, где находится арсенал. Сохраняемся. И заходим снова. Надеюсь, в этот раз будет легче. Странно, здесь комендант, я вообще не знаю. Ну, может он там сидит за столом еще. Давай, что, тормозите-то. Да, они какие-то простые слишком. В прошлый раз было намного сложнее. Да, и его пропустил, блин. Ладно, попробуем еще раз. Но все-таки они намного легче, чем те, которые были в прошлый раз. Мы, по-моему, были и на Сантьяго как раз. Я не помню точно. Да, вроде Сантьяго было. В этот раз они намного легче. Несколько ударов, они умирают уже. Так, с топором-то. Куда? Ну, давайте, заходите уже, что вы. Так, у нас закончился на этом. Будем парировать у Дора. Удара его. Ну, он, конечно же, блин, пьет свое зелье. Да, с ним будет намного сложнее. Я бы хотел убить второго солдата, блин. Да и убил, блин. Ладно, еще раз попробую. Так, комендант мертв. Теперь мы без труда, надеюсь, справимся с ними. Какого черта? Ну, ему не повезло, он сразу же забежал в клетку, так сказать, со мной. Поэтому, ну, и все. У меня было вполне достаточно энергии, чтобы его завалить без труда. Ну, кинжалом с дагой драться, это, конечно, позорно на таком уровне. Как будто нет нормального оружия. Я понимаю, там кинжал или дага дополнительное оружие, но тут его нету обычно. Тут всего лишь одно оружие. То есть, мы не в двух руках держим оружие, а одной рукой. Клинок, там, саблю. Ну, дага это можно использовать как дополнительное оружие, а не как не основным. Ну, да ладно, это дело разработчиков, дело этих солдат самих, которые носят. Ну, конечно, они не выбирают оружие, за них выбирают искусственный интеллект, оружие. Это уже другой вопрос. Так, сохраняемся еще раз. И опять ищем того, кто захочет отсюда выбраться. У никого нет. Так. Валяется. Вот. Сидит. Чувствую недолго. Нет, не тот. Что мне... Что вообще никого нет. Эй, люди, что, никто не хочет убежать, что ли? Ой, блин. Вообще никто не хочет убежать отсюда. Потому что, конечно, пропустил кого-то. Спит. Эй, ты не хочешь уйти-то отсюда? Как будто никто не хочет отсюда убраться. Да, блин. Просто так. Ну, ладно. В этот раз нам вообще не повезло. Никого не... Никто не хочет отсюда сбежать. Чувствую, недолго мне осталось. Да, это тоже не хочет. А вот интересно, если зайти еще раз сюда, что-нибудь изменится? Пожалуй, сохранюся. Сделаю так. Вдруг нам повезет. Угу. То есть, никого не появилось, ничего не нового нет. Кто вытащил саблю? Ну да, ничего не поменялось. Я лучше потом как-нибудь зайду сюда снова. Ничего не изменилось. Ну ладно, выходим тогда. И на корабль тогда уж. Умри! Кто хочет прокачать там личное оружие? Легкое, среднее, тяжелое, без разницы. В принципе, можно ходить в форт и пробовать выманивать по 2-3 солдата. Даже по одному можно пробовать. И убивать их. От этого качаются навыки. Я когда играл на матросе, я сам так накачал легкое оружие. Я ставил реакцию 8-9 в самом начале игры. Брал легкое оружие. Шел вот в такие форты. И всего там за пару часов, за 2 максимум часа, я докачивал оружие до 100. Правда, приходилось пару раз менять форты, так как там они появляются такие, что у них там по 500 жизней можно найти солдат. То есть у них с каждой смертью у них намного больше жизни становится. Поэтому нужно менять будет форты. Но я до 100 докачал легкое оружие, то есть до максимального умения. И потом где-то уровни на 7-6 даже отправился в город потерянных кораблей. Я играл на матросе, это было очень легко. Но я попробовал отправиться в город потерянных кораблей. Правда, там было в некоторых местах сложновато, но в целом я из-за того, что у меня легкое оружие было 100, то я обычно всех легко резал. Я брал там, находил самое легкое, самое хорошее легкое оружие в сундуке. Ну, брал его, по-моему, в этой версии это катана. Ну, вот, я находил ее в сундуке одном, брал, и я становился непобедимым. Потому что я просто на раз вырезал всех противников. Можете также попробовать, если вам интересно. Но я не пробовал на остальных уровнях сложности, я думаю, будет намного сложнее. Но вот на матросе можно попробовать провернуть такую штуку. Так, вот мы на корабле. Но я даже не знаю, что делать. Что можно еще попробовать. Хотя мы же Пуэрто Принсипе. Пойдем в таверну, спросим о задании, как я и хотел. А, вот. Офицер, казначей. Починка 61. Казначей 58. Ага, у нас ни плотника, ни казначей нету. Ну, что ж, можно его нанять. Ну, давайте. Так, сколько ты хочешь. Подождите, а я не посмотрю репутацию. Честный капитан, ну, это хорошо. Так. 61, 58. Ну, вроде нужно. Так. Ну, ладно, я беру его за 7 тысяч практически. Здесь лучшее место для отдыха, клянусь вам. Давай поговорим. Я ищу работу, не поможешь ли мне? Так, я бы взялся за... Скорп, пассажиры есть. Давайте пассажира. Так. Ну, опять будет. Добрый день, сеньорита. Я Фера Дивиньо. Я слышал, что вы берёте на борт пассажиров. Возможно, да. Всё зависит от моей выгоды. Не, нужно, чтобы вы доставили в таверну Белиза, что на Мэйне за 22 дня. И за это я заплачу вам 4286 пиастров. Что скажете? Я согласен. Ну, нам... Я, как понял, нужно просто пробраться в таверну, независимо от того, подняли ли тревогу в городе, не подняли тревогу. Ну, и в принципе, это очень легко. Так. Да, у него нет совместителя. Я даже не знаю, казначей мы его поставили. Ну, у меня вроде какие-то умения есть в торговле, но вот плотник мне не помешает на корабле. Хотя всё зависит от его умений. Да, у него есть основная защита, продвинутая. Ну, нормальный чел такой. В общем, идём тогда. Посмотрим, чего нам могут предложить в магазине. Кстати, я вспомнил, что предложит нам тот парень из Сантьяго, который в обмен на правильный ответ даёт некую вещицу. Я вспомнил, он вроде даёт двухствольный пистолет, то есть бок-пистолет, который у нас уже есть, и он, в принципе, нам не нужен. Так что, зачем нам два пистолета, потому что это достаточно не такое редкое оружие. Его можно часто снимать с противников обычно. Так как у нас есть двухствольный пистолет, этот вот он, бок-пистолет, нам он не нужен. Вот. Ну, его, чтобы одеть, нужно соответствующее умение, а у нас его пока нету, поэтому подождём. Джон Нортон. Кстати, этот парень нам пригодится в прохождении квеста Синяя птица Щебека. Вот. И нам придётся к нему снова съездить. Так, нужно было сначала на Бермуду съездить, конечно. Ну да ладно, вернёмся сюда ещё раз, потом когда-нибудь. Я думаю, в следующей серии начать прохождение вот этого квеста. У нас уже почти седьмой уровень, так что нам будет не очень сложно. Так, мне нужно поговорить с вами по делу. Не хотите зафрахтовать судно? Угу, груз одежды, опять одежда. 25 дней. Прибытие получите в Ле Франсуа. Так, это на Мартинике. Ну, за 25 дней, я думаю, успею. Так, до Белиза, правда, нужно доплыть, а потом обратно. Не, я думаю, что успею. Надеюсь, крысы не сожрут эту одежду. Нам повезёт. Так. Ну, отправимся тогда в порт. Сначала в Белиза, а в следующей серии, я думаю, на Ле Франсуа. Так, как времени уже, по-моему, не хватит нам. Поэтому сегодня в Белиза, потом отвезём эту одежду. Сейчас я сохранюсь. Ну, доплывём до маяка. Правда, как я говорил, отсюда форт видит, но мы уплывём по ветру. Поднимаем паруса, сматываемся отсюда, пока нас не заметили корабли. Ну, просто отсюда до Белиза легче доплыть ближе. Вот, можно выйти. И отправляемся на Белиза. Вон там он где-то находится. Вон он. Ну, всё, в общем, пока идёт хорошо. Ну, скинем пиратов с хвоста. Пусть не нервируют лучше. Мне они пока ни к чему. К тому же, у меня груз одежды, а нападать ни на кого не хочу. И 100 человек всего. Ну, я немного ускорюсь, потому что против ветра опять. Было бы по ветру, я бы так плыл. Так, зарплата 18 тысяч. Выплачиваем. С деньгами у нас всё нормально, у нас их много. Целых 200 тысяч. Ну, в этой игре не так сложно заработать там пару сотен тысяч пиастров. Довольно-таки легко, выполняя разные поручения. Можно, в принципе, за три часа уже стать богатым. Вот, иметь 200 тысяч. Даже 100 тысяч. Ну, 100, 200, 300 тысяч. Не очень сложно разбогатеть здесь. Вот в каждом своём, мне кажется, немного сложнее. Но там есть тоже свои способы заработать. Там много новых способов. Там продавать ром можно, по-моему, ещё что-то продавать. Жемчужина, я не помню точно. Но вот то, что ром можно кому-то продавать, там точно. Причём намного дороже, чем у вас возьмут уличные торговцы. Так, вообще, надо бы причалить в бухте какую-нибудь. Ладно, пока здесь выйду, посмотрим, какая бухта есть. Надо плыть. Четумай, ну ладно, доплыв до этой бухты. Сохраняемся. Ну и выходим. Такая уютная тоже бухта. С таким хорошим, таким извилистым проходом. Не извилистым, а узким проходом в горы такие. Некие. Интересное место. Так, испанский патруль, понятно. Смотрите-ка, англичане разгуливают чуть ли не в Беллизе, немедленно схватить. Ха, здесь вам помощи ждать неоткуда. Так, я бы сохранился ещё. Так, отлично. Ага, сейчас надо попробовать. Так, их главарь, так сказать, умер, командир. Ещё один номер. И остался мушкетёр. Вот с ним-то будет сложнее. Ну хотя, если к нему подбежать, он не успеет выстрелить. И будет бесполезен. Своим мушкетом приклад у него не очень. Снимает не так много жизни. Ну а быщим эти трупы. Ничего такого путного на них не было, кроме двух эликсиров. Ну ладно, идём в Беллиз. Так, это пещера. Прошу прощения, но я тороплюсь. Как течёт жизнь на суше? Говорят, что капитан Мэри Каспера нарвался в джунглях на солдат Испании и всех их перебил. Хех, испанцы никуда не годные вояки. Да, это говорит нам испанец. Видимо, он не патриот своей страны. Раз говорит, что они никуда не годные вояки. Ну да ладно, тут, конечно, диалоги не всегда логичны. Что ещё есть? Говорят, что французская эскадра после длительной осады захватила испанскую колонию Каракас. После того, как город был разграблен, французская эскадра покинула воды колонии. Такие вот дела. Ну, видимо, он тут грустит по поводу захваченной колонии, так что я думал он патриот. Всё же. Хотя, фиг его знает. Странно, тут вроде один проход. Может, я где-то не там высадился, может, тут только пещера. А я не знаю, проходная ли эта пещера. Вроде должна быть проходной. Ладно, я вернусь в эту пещеру, посмотрю, пройду её насквозь. Может, она выйдет как раз почти у городских ворот. Ну, в сундуке ничего не было. Идём. О, золотое кольцо с изумрудом. Идём к выходу из пещеры. Выходим. Так, ещё кому-то хочется получить люлей. Давайте же, ещё же. Новый уровень нам дали. Кстати, я хорошо их рублю, так, с одного раза почти. Сколько у меня уже умения лёгкого оружия-то? А, вот, 40. Ну, понятно. 30 плюс 10, отлично. Ну, поэтому-то я их так легко разрубаю. Практически с одного удара. Ну, я бы хотел прокачать среднее оружие, поэтому возьму бильба. Буду им сражаться дальше. Потом я перейду обратно на лёгкое, потом на среднее. Ну, так я их прокачаю. Опять какие-то разбойники, насильники. Помогите, помогите, умоляю вас. Ах, незнакомка, помогите, бедные девушки, прошу вас. Эти люди замышляют что-то недоброе. Что происходит? За мной гонятся, за мной гонятся бандиты. Скажите им, чтобы оставили меня в покое. Не паникуй, сейчас разберёмся. Иди, девушка, своей дороги, без тебя разберёмся. Я не допущу насилия. Для чего ты ей веришь? Какое насилие? Из дома она сбежала, весь день гоняемся. Хозяин послал. Ну, это не насильники, понятное дело. Это такое мини-задание. Ну, я откажусь от него, пусть сами там разбираются. Мне просто надо дойти до города, а я вообще не знаю, где он находится. Ага, вот. Ну, репутация понизилась, ну да ладно, снова поднимем. И вот мы дошли до Белиза. Всё-таки такая запутанная дорога из той бухты, через пещеру. Но всё же мы дошли. Теперь нам предстоит пробежать тупо в таверну. Ни у кого ничего не спрашивали. Он даже сражаться не будет. Идём в таверну, а где она? А, вот он, таверна. Она, кстати, рядом. Убилис, это удобный город, чтобы заходить в него тут. Сразу уходишь из джунглей ночью. И таверна прямо за углом. Спасибо, вы выполнили свои обязательства. Теперь я на месте. Вот ваша награда. Благодарю вас. Всё. Задание выполнено очередное. У нас седьмой уровень. 94 жизни, кстати, теперь. Я вот жду личных, чтобы поставить, конечно, стрелок умения, чтобы одеть этот двухствольный пистолет. Бок-пистолет, как он здесь называется. А, ну это одежда. Так, доставить пассажира. Мы его доставили до Белиза. Что нам и не жаль, что они, конечно, расставляют их в разные. Этого пассажира и этого пассажира. Была бы просто доставка пассажиров. И там уже писали, каких пассажиров нужно доставлять. Так, по-моему, намного удобнее. Хотя, если брать несколько, то там потеряешь их. Но я что-то не думаю, что можно брать нескольких. Вот. Ну, как-то тут очень много будет. Я обычно не люблю, когда наполняется весь журнал этими записями. Даже если архив событий очень путан, все, блин, валяется. Тут нужно искать, выискивать. Если ты хочешь просто почитать, то нужно очень долго копаться здесь. Было бы просто доставка пассажиров. Мне бы это больше понравилось. Ну, это как кто хочет, как кому нравится. Но вот лично мне было бы лучше, если бы тут была просто доставка пассажиров. Вот, задание губернаторов. Помощь ростовщикам найти должника. Там, найти драгоценный камень. Не обязательно ростовщика Сент-Джонс, а просто найти драгоценный камень ростовщика. И там бы уже все были соответствующие задания по поиску камней в разных городах. Разных ростовщиков. Намного удобнее было. Надеюсь, как-нибудь продумают этот журнал, если выпустят следующую серию этой игры. Там, четвертый Корсар, я не знаю, как называется. Хотя, наверное, не выпустят уже. Ну, вот если кто-то будет разрабатывать моды, аддоны к этой игре, я бы хотел, чтобы журнал так упорядочили. Ну, может быть, это удобнее. Но, вот, лично мне это не очень удобно. Вот. Ну, эти задания уйдут в архив, когда мы их выполним. Также мне нравится, когда тут в журнале выскакивает надпись. Ну, типа, охотников за головами. Когда мы на... Ну, когда они нас где-то замечают или настигают, тут появляется запись. Типа, охотники за головами, что я их встретила в какой-то бухте или в море встретила их. То потом, блин, она тут висит всю игру, и её никак не убрать. Даже если ты понизил награду за голову, и у тебя её уже нету. Всё равно эта, по-моему, надпись висит, насколько я помню. Я могу ошибаться, конечно, но вот если она тут висит, это не очень удобно. Лично мне. Так, ну, на этом серию я закончу. Мы находимся в поселении Белис, в таверне испанской. В следующей серии мы убежим отсюда и довезём этот товар одежды, груз одежды в Ле Франсуа, а затем отправимся на Бермуды, чтобы выполнить задание Щебеку. Щебеки-синяя птица. Ну, в конце мы получим хороший, замечательный, такой уникальный корабль, на котором сможем недолго пиратствовать, быстро уходить по ветру, быстро уходить против ветра, и никто не сможет нас догнать. Очень такой хороший корабль для пиратства, для атаки на торговцев и быстрого ухода от них. Вот. Ну, а эту серию мы закончим тем, что мы выполнили задание по доставке пассажира. Перед этим мы выполнили задание ростовщика, доставили несколько сундуков к ростовщику на Сантьяго. Вот. И на этом я закончу. Всем пока. С вами был Лафантен. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok